добрый день дорогие пекари сегодня мы с вами будем делать чабату рецепты чабаты уже есть у меня на канале они разные есть и на дрожжах есть и на закваске это чабата на закваске но по не классической технологии я знаю что многие из вас любят предпочитают рецепты где минимум затрат времени либо минимум усилий и это и эту чабату можно назвать в полной мере ленивые чабата здесь от вас потребуется ну прям совсем минимум усилий тесто все сделает само ну а на выходе вы получите классную чабату с тонкой хрустящей корочкой разрез увидим в конце сейчас не забудьте подписаться на канал поставьте лайк этому видео и приступаем к выпечке чабата у меня созрела закваска стояла в холодильнике созрела прекрасно и я подумала что же мне с ней сделать и решила сделать чабату не совсем классическую рецепт чабаты у меня есть посмотрите сегодня буду делать немножко другую 100 граммов закваски стопроцентной влажности пшеничной заливаю ледяной водой 530 грамм и насыпаю пшеничной муки 700 грамм размешиваем смешали накрываем крышкой оставляем на полчаса пока наше тесто отдыхает берем 14 граммов соли добавляем к ним 30 граммов воды перемешиваем и оставляем растворяться через полчаса вливаем тесто почти растворившуюся соль добавляем 25 граммов растительного масла можно оливковое можно подсолнечное если вы его больше любите и проходимся по кругу давая возможность этой в воде и маску впитаться в тесто тесто постояла стала мягче эластичнее вся вода первого этапа вошла сейчас я сделаю еще одну паузу на этот раз минут на десять чтобы масло и добавленная соль с водой также вошли в тесто и сделаем основной замес через десять минут нужно замесить тесто ведь какой она нежная мягкая довольно высокой влажности и замешивать я буду отбиванием ведь пока комковатая поэтому обязательно нужно его хорошо заметить технику отбивания я показывал оставлю ссылку в описании посмотрите замешиваем примерно минут десять процессе замеса тесто будет рваться не обращаем внимание замешиваем дальше пока не добьемся однородности буквально через минут 7-8 замеса тесто стало таким можно его еще поместить если у вас есть желание но становится еще более крепким но мне кажется достаточно знаете какой шикарный прелесть немного размазалась тесто по столу все собираем объединяем в миску буквально каплю масла на дно чтобы тесто меньше прилипало конечно масло есть в этом тесто но тем не менее и можно еще вот так вот его подокруглить внутри миски но все вы стали ничего не осталось смотрите дальше я поступаю с ним очень необычно никаких складываний делать не буду я оставляю его просто на столе на один час сейчас 25 градусов тепла и потом я убираю его в холодильник если я поставлю его на верхнюю полку там где 10 градусов тепла то на сутки если я поставлю его пониже там где 6 7 то можно на двое суток я оставлю на двое суток чтобы к выходным сделать чабату нас обычно выходные бывают гости и требуется какой-то вкусный свежий хлеб вот как раз она у нас и будет к выходным через двое суток брожение теста в холодильнике смотрим на него сквозь стенки поверьте мне на слово видно много пузырей ну и так она очень живое но я хочу дать ему еще возможность больше подняться я ставлю его на час при комнатной температуре сейчас у меня плюс 25 нужно убирать от солнца в тени при плюс 25 на 1 час час прошел пора формовать смотрите у меня еще больше выросла тесто классная пузырястая понадобится либо мука либо манка твердых сортов пшеницы либо кстати можно муку твердых сортов пшеницы взять меня есть семала мука твердых сортов пшеницы дело в том что она не настолько сильно липнет как обычная привычная нам белая мука но вы можете формовать на любой на белой муки как видите она такая крупинчатая и желтоватого цвета насыпаем побольше чтобы точно тесто не прилипло выкладываем смотрите тесто то что называется дышит потрясающее но думаю как лучше сделать можно просто нарезать на куски а можно сейчас поступлю по-другому меня же не классическая чабата вот у меня чабата ленивая поэтому и формовку сделаем по ленивому образцу подтягиваю вдоль тесто она конечно очень гибкая быть с ним аккуратно в такое полотно потяки она становится более узким и более длинным так тесто не рвем стараемся чтобы мука либо крупа у нас не попадала вовнутрь наброшу вот так наброшу навстречу класс мне нравится и дальше сделаем такие квадратные кусочки берем шпатель отмеряем кусочек отделяем маловато наверно пусть будут такие кусочки получилось 6 кусочков даже так прилипает так стал в доступе поблизости доску с пекарской бумагой переворачиваю так сейчас поставлю так чтобы вам видно было поставила доску с пекарской бумагой заготовку беру переворачиваю и укладываю пожалуй так же переворачиваю укладываю чуть подвернулся крайне страшно и делаю вторую такую же доску распределила заготовки по доскам берем чистое полотенце накрываем и одновременно включаем духовку на разогрев на 230 градусов если у вас есть подовый камень и либо толстый стальной лист как у меня разогревайте его вместе с духовкой через полчаса разогрелась у меня духовка у меня стальной лист поэтому полчаса разогрева достаточно мне не камень не забываем ставить на дно пар наливаем кипяток в миску и ставим на дно духовки и буквально сразу следом отправляю печься мою чабату напоминаю температура 230 градусов 18 минут выпечки моя чабата готова красивая румяная мне очень нравится первые 10 минут я пекла с фаром потом убрала пар и до пекла получилось 18 минут оставляю остывать и так давайте разрежем и посмотрим в не самом толстом месте я режу но по моему все получилось удачно как мне нравится все на мой взгляд на мой взгляд все очень успешно очень пористая с большими дырками чабата мягкая с тоненькой корочкой как вы видите корочка хрустящая не знаю насколько вам это слышно сейчас вообще все здорово получилось мне очень нравится давайте попробуем хочу этот поджаристую корочку попробовать очень вкусная чабата чуть-чуть резиноватый мякиш потому что я использовал сильную муку он при замесе этого теста не кстати у меня родилась еще одна идея еще другого теста я попробую сделать эксперимент с этой мукой думаю будет интересно полезно и познавательно хочу прям вот совсем до конца до резать и посмотреть пористость у корочки смотрите какая красота но это же прелесть что такое корочка аж прозрачная если посмотреть в поры то прозрачная тончайшая корочка классная получилась чебата не буду говорить никаких других эпитетов ее отношения испеките по этому рецепту оцените кроме того что она пористая она еще и вкусная хорошо выброженная со сладковатым послевкусием замечательный получился продукт подписывайтесь на мой канал ставьте лайки подписывайтесь на телеграм-канал там мы много общаемся переписываемся о вопросах хлеба печенья но мы с вами продолжим печь испечем еще много всего интересного